Девушки отдыхают 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 Жанна, совещание я проведу здесь. Мне нужны бумаги по проекту на следующий год. У вас десять минут. Да, Егор. Привет, дружище. Привет. Слушай, помощь твоя нужна. Слушай, у меня до совещания пять минут, поэтому, если не срочно… Можешь сегодня вечером подскочить в кафешку, где мы с Оксанкой познакомились? Погоди, ты чего шипишь? Говори громче. Да не могу я, Оксанка услышит. Егор, ты чего опять придумал? Да… Подожди. Короче, в кафе я все расскажу. Угу, хорошо. Добрый день. Ну что, я рад начать собрание. В общем, парни, голову сломал, как сделать Оксане предложение. Вроде пришла одна мысль. Она с детства мечтала о… о принце на белом коне. Заявляю, коня играть не буду. Да не надо коня играть. Жениха я беру на себя. Хорошо, ты жених. Да. Значит, тебе нужна свита. Да, в том-то и дело. Ну, в общем, я набросал тот текст предложения. Сам написал? Да. Нравится? Нет. Ну, вы чё, серьёзно? Без меня не справитесь. Макс, ты чё не по тексту? Я совершенно серьёзно. У меня на работе завал. Мне эти спектакли терпеть не могу. Так, Макс, среди нас тоже нет ни заслуженных, ни народных. А, пока. Ну, хорошо, пока. Пока. Так что надо помочь другу. Не сливайся. Мы все в одной лодке. Ну, ладно. Давайте пробовать. Макс, у тебя вообще миссия особенная. Ну? Я с Оксанкой уже год живу. И, в общем-то, прятать от неё ничего не научился. Побудь сейфом, а? О! Да тут на пять предложений хватит. Эй, тише, 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 тише. Да. Дружище, подержи у себя пару дней. Ну, выручай. Ладно, два дня. Где два, там и три. Герои. Спасибо. Так, я навстречу, скоро вернусь. Угу. Вечером созвонимся и решим начать репетиции. Угу. Давай. Угу. Ну, всё. Спасибо. Кольцо в конверте. Хлипкий сейф. Для других. У меня всё надёжно. Что за знаки? Магия? Какая магия? Е, Егор. А это мне сестрёнка все конверты исписала. Намекает на подарок. Угу. Слушайте, у меня время. Мне нужно кое-куда заскочить. Кого подкинуть? Меня подбросишь? Эй, ребята, а как же репетиция, любовь моя. Я позвоню. Потом порепетирую. Слушай, а ты как едешь? Да через центр. О, отлично, мне туда же. Девушка, Аня, хотите ли куриные ножки? Удивляюсь я тебе, Аня, как ты всё успеваешь. И работа, и дома маме помогаешь, ещё и тренером подрабатываешь. Слушай, за весь день насидишься в офисе, на каток выходишь, не катаешься, а просто летаешь. А, я так сегодня два часа полетала. У меня ноги, а то шеи болят. Как бы теперь газ с тормозом не перепутать. Коньки не забудь. Ой, спасибо тебе, Катюш. Ты, ты не подруга, ты просто сказка. Спасибо, что ты подвела. Если бы. Давай, беги. До завтра. До завтра. Эти отчёты нужно сделать за три дня. Всё. Я вам ещё раз повторяю. Эти отчёты нужно сделать за три дня. Ну, ну, полегче, Максим. Это я. И работать я умею. Сергей Трофимович, добрый день. Как конференция? Секундочку. Сергей Трофимович, ваш завтрак. Спасибо. Сергей Трофимович? Ах, да, Максим. У меня буквально пара минут между совещаниями. Вот, решил позвонить, проверить. Как там годовые отчёты? А, работаем. Чего? Ты опытный сотрудник, справишься. А после праздников я лично тебе премию выпишу. Как говорится, хороший зам. Надержный тыл. Да, кстати, вас тут из банка спрашивали. Да, слушай, главное. В городе намечается проект «Ледовая сказка». От нашей компании нужен человечек из руководящего корпуса. Так вот это будешь ты. А, как я? Я же… Тренировки уже сегодня. А, записывай, куда и к кому подойти. Ледовый дворец. Там найдёшь Николая Ивановича. Он в курсе. Записал? Да, но… Хорошо. Ну, вся надежда на тебя. Как же. Работает он. Всё ответственность на меня свалил. Как же всё не вовремя. Работа, Егор… Тут ещё каток этот. Сергей Трофимович просил поставить свою резолюцию. Терпите. Теперь вы начальник. Даже в кабинете вы сидите. Кресло удобное? Не беспокойтесь, Жанна. Я усижу. Да, кстати, а что случилось с этими отчётами по бухгалтерии? Их нужно переделать. Два дня, не более. Здравствуйте. Угу. Как думаешь, кто мог повесить этот ящичек? Ну, раз висит, значит, шеф распорядился. Иначе и быть не может. Ну, ты скажешь. Сергей Трофимович такими мелочами не занимается. Значит, новенький. Такой он милый. Я писем Еду Морозу. Слушай, а может, напишем? Вдруг сбудется. Ну, а что просить будем? Хотя… Может быть, прибавку? А я себе шубу попрошу. Нормально. Скорее бы, Новый год. Так счастья хочется. Здрасте. Доброе утро. Счастье, говоришь? Ну, да. Ну, чтоб вот муж хороший. Дети воспитанные. Родители здоровые. Работа интересная. Диета морковная. А как же любовь? А любовь, Анечка, морковь. Прежде всего, головой надо думать. Ну, не знаю. Вот сидим мы тут, сидим. А принцев все нет и нет. Слушай, ну где-то же они есть, эти настоящие принцы? Не знаю. Мне кажется, они либо не родились, либо их, знаешь, прям по спискам в детском саду разбирают. Ты ведь тоже ищешь своего принца? Нет, ну правда. А какой вот он вот принц? Ну, вот которого ты ищешь. Ну, такой, знаешь… Все понятно. Значит так, вот смотри, на тебе листок и напиши Деду Морозу письмо. Подробно только напиши. Ищу, мол, вот такого-то принца. Новый год же, чудеса. А вдруг тебе повезет и попадется тот самый, ну этот, с конем. Вот возьму и напишу. Давай. А когда он мне найдется, я сама себе завидовать буду. Слушай, вот было бы здорово, как в детстве. Вот ты что Дедушке Морозу не пожелаешь? Тебе все родители покупают. А настоящую любовь не купишь. А на нашу с тобой, Ань, зарплату никакую не купишь. Ты меня слушаешь вообще или нет? Аня, иди сюда. Разбери здесь бумаги. Скороходов отчеты на переделку вернулось. Да ладно. Ага. Похоже, на дом брать будем. Юля, завязывай с моими конфетами. Пора свои покупать. На тебя не напасешься. Иди лучше к Жанне, пока она не ушла. И поставь печати на эти документы. Хорошо. Еще одну. Миша. Здравствуйте. Здравствуйте. Редуль, конверты. Молодой человек. Миша. Красный ящичек фаёва лифта. Спасибо. Тоже такой милый, да? Егор. Совсем забыл. Для банка. Срочно. Еле успеваете, Максим Павлович. Привет, Жанночка. Проштампуй в нужных местах. Какая кофточка у тебя интересная? Где оторвала? В ЦУМе, Юлечка. В итальянском бутике. 500 баксов стоит. Я в дорогих бутиках одеваюсь. Хорошая кофта. Сергею Трофимовичу понравится. Только ты знаешь, мне кажется, что ты переплатила. Такую кофту на рынке можно тысячи за две купить. Ты знаешь, Юлечка, некоторые женщины всю жизнь на рынках одеваются. Дома сидят. Толстеют. А я, Юлечка, такая женщина, которая создана для любви. А, да ты что? Так это за тобой там очередь-то выстроилась? Вот это да. Ты можешь сколько угодно под суммом ходить. Тебя все равно никто замуж не берет. Что? Да так, ничего. Сидишь в своей кофточке за 500 баксов и бесишься, что шеф ради тебя ни семью не бросает, ни баб своих. И знаешь еще что? Говорят, что новый зам на место Трофимовича навсегда придет. Так что останешься ты номером нацать. У меня-то хоть какой номер останется, а у тебя вообще никакого? У меня? У меня, в отличие от тебя, натуральный третий. Так, Тринькова? Или как там тебе, Тринькова? Забирай свои бумажки и иди-ка ты в свою бухгалтерию. Поняла? Да. Хорошего тебе дня. Это что, Скороходов вместо моего Сереженьки будет? Что? Молодцы. Молодцы. Саша, аккуратно. Ну, все. Так, все, молодцы, тренировка закончена. Пойдемте переодеваться. Спасибо большое. До свидания. Все, дети, спасибо, молодцы, хорошо поработали. Молодцы. А дверь вперед, переодеваться. Анюта. Помнишь, мы с тобой о новом проекте говорили? Сможешь задерживаться? Конечно, да, смогу. Ну, вот и отлично. Тогда с тебя новичок. А вот, кстати, и он. Готова? Здрасте. Самое время показать, что вы можете. Здрасте. Прошу. Да, запрягаться тут придется по полной. Давай, стоя на коньках. Это понятно, это мы видим. Ладно, будете работать под руководством Ани по программе подготовительной группы. Работать вам, Максим, надо много. Так что не буду мешать. Аня. Максим. Да, только учтите, Аня, я не сторонник этой идеи. Я тут своего шефа заменяю. А где вы работаете? В одной крупной компании. Но проблем с бумагами. Не справимся, раз загрупнят. А я в бухгалтерии. С детства хотела быть фигуристкой, но получила травму. Теперь вот детишкам помогаю. Мне нравится. Вижу. Но учтите, травма у меня нежелательна. Не переживайте, Максим. Ну, поехали. Ой, спокойно, я держу. В ОМОН. Ой, спокойно. ОМОН. Ой, спокойно, я не знаю. ОМОН. ОМОН. ПОКРАДИО, ПОКРАДИО, ПОКРАДИО. Алло, да. Алло, Макс, ты куда пропал? О, слушай, прости, я ж не успел сегодня, замотался нереально. Алло, Макс, слушай, давай мы к тебе приедем. Слушайте, ребят, вы там своё порепетируйте без меня, а я к вам на днях присоединюсь. Сливается. Макс, ты сачок. Слушайте, ребят, я, честно говоря, не подумал, когда согласился. У меня оврал на работе. Да ещё в ледовом шоу запрягли, но после этой тренировки болит абсолютно всё. Даже сидеть больно. Слушай, мы бы с удовольствием посмотрели, как ты там лунки на льду с собой делаешь. Дай, ну, Егор... Да-да-да-да, Макс, слушай, давай решай там свои проблемы, а потом к нам. Я как освобожусь, сразу вам перезвоню, хорошо? Всё, бросил. Ну, у меня такое ощущение, что мы вообще вдвоём останемся. Да... Успеет он ещё? Успеет? Чего у него тут одна строчка всего? Успеет он. Успеет он. Да-да-да-да. Да, сестренка, надпись на конвертах видел, намеки понял. Ну и что бы ты хотела в подарок от Деда Мороза? Дай угадаю. Планшет. Крутой планшет. Хорошо, обязательно передам. Все, не отвлекай. Это у меня работа здесь. Дорогой Дед Мороз, я, конечно, уже не маленькая, но хочу встретить самого лучшего парня, того самого принца на белом коне. Что, Нюся? Кольцо. Егор меня убьет. Жанна? Максим Павлович? Кого у нас в компании зовут Нюся? А? Что? Не знаю, уборщица может какую-то... Ань, ты что такая загадочная? Сидишь, ничего не делаешь. Ну, кто он, признавайся. Так заметно, да? Да. Я вчера на катке с одним молодым человеком познакомилась. Катается ужасно. Ну, старается. Такой серьезный. Ты, главное, шанс свой не упусти и выясни, женат он или нет. Это вообще неприлично. Прилично. Симпатичный? Да, очень. Все, бежать надо. Я от любопытства сейчас умру. Расскажешь меня потом, да? Расскажешь меня потом, да? О, прекрасная принцесса Оксана. Если бы ты знала, как он долго тебя искал. Это какая-то ошибка. Да, Кеш, привет, дружище. В общем, вы мне с Андрюхой нужны вдвоем. Угу. Так, Юлии нет. Анна, ты принесла из дома отчет? Скороходов уже рвет и мечет. Жанна говорит, что он выбрасывает документы, даже не читая. Я принесла, но он еще не готов. Хорошо, тогда доделаешь дома, иначе мы не успеем. Но у меня вчера была тренировка, и сегодня тренировка. Анна, ты что? Анна, очнись! Какая у меня, какая тренировка? Ты что, не понимаешь, что работа прежде всего? Все остальное после того, как мы сдадим годовой отчет. Ну, сейчас всем нелегко. Но ты же не хочешь, чтобы тебя уволили. Да, Максим. Анна, добрый вечер. Я сегодня потерял кучу времени, и мы не сможем потренироваться. Очень жаль. Но вы не переживайте, у меня тоже не получается сегодня. У меня много работы. Точно не обидитесь? Конечно, нет. Завтра подольше потренируемся. Хорошо, тогда до завтра, и хорошего вечера. До свидания. Анна, вы-то мне и нужны. Пойдемте со мной в кабинет. Вот. Нюсенька. Мам, ну я же не маленькая уже. О, спасибо. Анна, ты не засиживайся долго. Тебе надо больше отдыхать. Ты так с этими тренировками устаешь. Мам, перед Новым годом всегда так. Ой. Какая же ты у меня красивая, а? Что же за парни теперь пошли? Мам. Нет, ты точно об лёд треснулся. Просто не помнишь. Потому что треснулся. Я поражаюсь, как ты. Мог не уберечь кольцо. Давайте ещё раз. Давайте. Букву Е поставил я. Так. Дед Мороз написал сестра. Это её почерк. Точно знаю. Так. Но что это за письмо? И кто такая Нюся? Штампа нет. Значит, пределы компании конверт не покидал. Значит, кольцо тоже у кого-то из ваших. Ты в отделе кадров спрашивал? Ну, говорят, нет такой. А может быть, Нюся какая-нибудь уборщица? Официально на пенсии, а всё туда же всё принца ищет. Нет, Егор тебя точно убьёт. А женить мы его будем в тюрьме. Так, ребята, дайте я скажу. Давай, архитектор. Ну, вот что мы точно знаем об этой Нюсе? Мы можем предположить, что Нюся не замужем. Вот. Вот. Значит, у нас есть только один выход. Вы точно справитесь? Слушай, ну, я, конечно, не Пикассо, но... За время обучения в архитектурном кое-чему научился. Здесь снежинки на окнах точно смогу нарисовать. А Кешка? Кешка у нас будет за общение с противоположным полом. Вот что? Ладно, значит так. Если кто спрашивать будет, скажете, что по распоряжению директора. А после праздников о вас никто не вспомнит. Так, Кеша, ты подарки для особо активных взял? Конечно, взял. Слушай, ладно, Мишура, остальное зачем? Ну, ты даёшь. А вдруг викторины какие-нибудь придётся проводить, конкурсы? Конспирация, товарищи, самое главное. Ладно. Давайте сначала вы, а то у нас чем любопытнее люди, тем ближе к окнам. Значит, говоришь, женский коллектив. О, Кешка, пахать тебе не перепахать. Ну чё, пошли? Пошли. Максим Палыч, не подскажете, сколько времени? Да, а идите вы. Ладно, сначала в отдел кадров и по кабинетам. В директорат не ходите, там нюз точно нет. Есть. Окай, сэр. Аня, я тебя не узнаю, чтобы ты и так напутала, да тут половины листов нет. Нет, его нужно переделать. Возьмёшь опять домой, ты понимаешь, что за это могут уволить. Причём не только, знаешь ли тебя. Аня, это что такое? С бриллиантами? Ух ты. Аня, откуда у тебя кольцо? Да я не знаю, я написала письмо Деду Морозу, как ты мне говорила, и... Детский сад какой-то, честное слово. Я знаю, что это глупо, но я хотела выкинуть конверт, а там, там кольцо. Класс. Знаете, девочки, оно ведь как-то должно было попасть в этот конверт. Не знаю. Юля, это что-то, видишь, штучки, да? А я тут при чём? Вы видите, кольцо настоящее. Дорогое, похоже. В таком случае, его, наверное, кто-то ищет, ведь у кольца должен быть хозяин. Ну, наверняка кто-то ищет, но в письме ещё есть сценарий, как сделать предложение, поэтому... Ой, как это романтично. Подожди, может, это тебе кто-то хочет сделать предложение? Какой-нибудь скромный человек. Нет. Там речь идёт о какой-то Оксане. Угу. Жалко. Странная история. Девочки, это, наверное, какая-то шутка. Ага, очень дорогая шутка. Ну, или путаница. Или волшебство. Что? Ну, я не знаю, как его вернуть. Я же не могу написать объявление. Ищу владельца кольца. Ну, так, может, и не надо никого искать, а? Ну, Юлечка. Так, девочки, ну вот даже если кто-нибудь придёт по объявлению, как мы узнаем, что это именно его кольцо? Кольцо. Элементарно. Не надо писать никакого объявления. Вон, повесь себе кольцо на цепочку, только так, чтобы видно было. Хозяин найдётся. Да? Да. Такая же всё-таки Тринкова. Молодец. Так, работаем, работаем. Возьми. Отчёт нужно переделать. О, прекрасная принцесса Оксана. Если бы ты знал. Я всю жизнь хотела быть Оксаной. Да я сама слышала, что нового зама хотят. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Служба оформления помещений. Мы сейчас будем приближать кабинет отдела кадров по красоте к его обитателям. Как мило. Вы не волнуйтесь, мы по распоряжению дирекции. Да, чтобы доказать, что мы серьёзная компания, проведём небольшую викторину. Но участвуют только незамужние девушки. Ну, я в разводе. Прекрасно. Спасибо. До свидания. Звоните в любое время. Можно и ночью. Всё, всё, всё. Только время зря потеряли. Ну, почему зря? Может быть, это моя будущая жена? Коробку, на. Ладно, обломщик. Куда наша партизанская тачанка едет дальше? В транспортный. Логично. Погоди, Андрюх. А? А это бухгалтерия или что? Так я-то откуда. Не, не стена, а вот дверь. Да понятно. Пойдём посмотрим. Здравствуйте. Украшение кабинетов. Здрасте. Только незамужние. А мы с Ольгой Геннадьевной как раз незамужние. Ой, Юлечка. Прекрасно. Тогда давайте вспомним, как вас называли в детстве. Меня Юла. О, Юла. Вычёркиваем. Что? Макс! О, привет. Привет. Ну что, нашли что-нибудь? Ничего. Слушай, всё обошли, всё впустую. Весь офис опросили. Думали, может, кто раскается, хочет выговориться. Да. Бесполезно. Конфетку хочешь? Да нет. Да, Максим. Алло, Аня. Я по поводу тренировки на сегодня. Всё в силе? Смотри, какая девушка. Да, конечно, Максим. Как и договаривались. Ну, хорошо, тогда сегодня на катке. До встречи, да? Ага. Максу бы такую. Макс! Да, Максим. Максим? Ох, не о том думаешь, Аня. Да, Ольга Геннадьевна. В общем, давайте прикинем, как найти кольцо. Да, Ольга Геннадьевна. До встречи. Да, Ольга Геннадьевна. Да, Ольга Геннадьевна. Да, уж лучше б ты Аня с детьми занималась. А еще лучше со своими. Ну, что, молодцы. Видно, что Анька за вас взялась. Вы сегодня большой молодец. Только очень грустный почему-то. А давайте на ты. Давайте. То есть, давай. Может, в спортбар? А может, лучше погуляем немного? Погода хорошая. Можно? Давно я так не прогуливался без суеты. Я отвлекаю тебя от дел? Да нет, что ты. С тобой хорошо. Буду тысячу лет знакома. Так и знала, что Софиты меня не молодят. Да перестань. Да у меня тут дело такое. Я друга подвел лучшего. Не специально так получилось. Он мне кое-что отдал на хранение, а я потерял. Вещь важная, дорогая. Не знаешь, что делать. А купить такую же нельзя? Вот я пень. Конечно, можно. Анют, ты мое спасение. Спасибо тебе большое. Ой, извини. Аккуратней. Опять меня спасла. Алло, Кеш. Опять рыхнешь? Кажется, я решил проблему. Нашел такое же кольцо в юбилирке тут рядом. Завтра с утра первым делом туда. Куплю и все. До связи. Аккуратней. Спокойной ночи, Анюта. Валюсь сном. И тебе приятных снов. Вались аккуратнее. Аккуратней. Опять. 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 Аккуратней. Опять. 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 Продолжение следует... Пожалуйста, кольцо вот золотое с бриллиантом. Да, конечно. У вас хороший вкус. Да. А что? Символично, да. Мужчина, женщина, дети. Да. Знаете, у нас сейчас новогодние скидки, и поэтому цена немного понизилась. Понизилась? Да. Это хорошо. Хорошо. А скажите, к карте можно у вас расплатиться? К сожалению, терминал сегодня не работает. А банкомат у вас где-то есть поблизости? В соседнем здании. Угу. Ты че? Угу. 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 Чё за… Алло, Кеш, да, всё в порядке. Кольцо уже почти у меня. Будьте добры, кольцо золотое с бриллиантом. А, извините, но… Вот только не говорите, что его уже купили. Постойте. Я сегодня пришёл к вам к самому открытию с утра. И вы должны были меня запомнить. Извините, мы запоминаем только постоянных клиентов. Вы не хотите оформить карту? Вот это… Эти двое купили, которые только что вышли? Простите, политика нашей компании не позволяет… Я перезвоню. Эй! Стой! Сейчас кольцо уже не нужно. Ой, простите. У меня просто глаза слепаются. До самого утра этим отчётом занималась. Ну, вроде всё правильно, да? Пока, да. Ну, если Ольга Геннадьевна не нашла ошибок. Анька, колись. Видела вчера на катке своего? Видела. Всё, можешь не продолжать. Да у него там какие-то проблемы. Ну, не на работе, а… Аня, у кого сейчас на работе нет проблем? У тех, кто вовремя отчёты сдаёт. Аня первый раз ошиблась. Что вы на неё взъелись? Так это странно всё это. А начальство у нас, девочки, такое, что первый раз он и последним бывает. Ладно, пойду. Отдам отчёт Жанне. Давай подробности. В общем, на самом деле, мы с ним шли. Жанночка, вредная у вас работа. Так и сколиоз недолго получить. Да, Андрюх, на работе. Да у меня тут полная… Да, именно она. Ладно, я перезвоню. Жан, погодите. Отчёт. Кто? Кто это заполнял? Бухгалтерия. Нет, конкретно кто? Ну, там же написано. Сёмина. Значит так, Жанна. Если вы ещё раз дадите мне непроверенный отчёт без половины листов, вы будете искать работу на пару с этой Сёминой. Что? Да Сергей Трофимович… Хватит! Пока это Сергей Трофимович мотается по командировкам, я ваш непосредственный начальник, так что выбирайте. Приказ на увольнение. Её или вас? Её. Вот и отлично. Жду приказ. И не беспокойте меня по пустякам больше. Всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Спасибо большое, Юль, спасибо. Ой, а можно я конфетку возьму, а? А то я везде ничего не ела. Бери-бери. Угу. Алло. Тренькова, это Жанна. Передай Сёминой, что она уволена с сегодняшнего дня. Ань, Анечка. Похоже, Скороходов тебя уволил. Так и знала. Ольга Иннатьевна, ну как же так? Ну, да за что? Да за что? Я две ночи не спала, я всё сделала. А нашим начальникам девочки всё равно. Они на вороте там, и потом расхлёбывай. Говорила я тебе, Ань. Все они одинаковые. Ань. Господи. Ань, подожди. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Можно я сегодня пораньше уйду? Анют, ты все? А, Кать, привет. Садись, подвезу. Да нет, спасибо, я лучше пройдусь. Созвонимся. Ну ладно. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Да, идиот. Только он на конференцию уехал. Это все зам его. Просто изверг какой-то. К людям как к отбросам относится. Даже лично не появился, чтобы меня уволить. Каких нам только листов не хватает. Да успокойся. Давай так. Скажи мне, где ты работаешь, я, может, подключу свои связи и смогу чем-то помочь. Скороходов Максим Павлович. Ну, как зам-то зовут? Скороходов Максим Павлович, по-моему. Максим Павлович, по-моему. Сёмина? Да. Скороходов Максим, это я. Анюта. Там столько всего навалилось. Ну да. Анюта. Не надо меня. Ну, прости, но я даже… За что вы просто? Анюта. Не только меня. Анюта, извини. Ну, постой. Подожди, пожалуйста. Ну… Кольцо. Почему я-то? Это же кольцо. Ань! Аня! Ань! Опять он, что ли? Ой, все никак не угомониться. Слушай, Анюта. Ну, не стоит он тебя. Ещё тысячу таких найдёшь. Угу. Это ж надо. Взял да уволил. Анют, у тебя завтра тренировки нет. На работу не надо. Поехали ко мне за город. Отдохнём. Да это кошмар какой-то. Дай сюда. Слышь ты, олень сказочный. Ещё хоть раз и… Ой, ой, извините. Алло, мам. Нюся, что-то случилось? Да нет, мам. Ничего не случилось. Ну, как ничего? Я же по голосу слышу. Что-то случилось. На работе проблемы? Не беспокойся. Всё хорошо. Я только сегодня вечером не приду. Я у Кати останусь ночевать. Нюся, ты мне точно не врёшь? Да всё хорошо. Просто расплакалась, как девчонка. Я тебе потом позвоню, всё расскажу. Погоди, а что за Катя такая? Валя, а только вы успеете. Вот… МРОХОТ МРОХОТ КОНЕЦ С, 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 так с, 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 с. Сёмина. Отлично. Вам кого, молодой человек? Мне Нюсю, то есть Аню, Сёмину, то есть Анну Сёмину. Ага, а вы кто? Зачем она вам? Вы меня простите, что я вот так вторгаюсь, я приехал извиниться и за кольцом. А, то есть, у Ани кольцо моё, то есть не моё, а друга. Ну, то есть он дал его сначала мне, потом я уже Ане, ну, а... Ну, то есть не я его подарил, а этот друг... Нет. Послушайте, молодой человек, вы меня запутали. Ани нету дома, я её сегодня вообще не видела. А где же она? Вы знаете, Аня уехала к подруге. Зовут вроде бы Катя, но я её ни разу не видела. А когда она вернётся? Я не знаю. Как вас зовут? Максим. Максим, уже поздно, идите домой, готовьтесь к празднику. Ну, а, постойте. Ну, как тебе? Очень красиво. Я и не знала, что у тебя такой дом за городом. Это дом дедушки. Тут и склад, и мастерская. Он фабрику игрушек хотел открыть, но как-то не сложилось. Вот, стоят теперь, пылятся. Раздариваем потихонечку. Спасибо. Спасибо, Катюш. Ты чай-то пей, а то дом не скоро отогреется. Знаешь, Кать, ты права. Нужно быстрее забывать и эту бухгалтерию, этого Максима. Скороходого, то есть. Видно, правда? В наше время чудес не бывает. А что, тебе так нужно чудо? Знаешь, я просто с самого детства... Кольцо. Какое кольцо? Кольцо, которое Максим искал. Вот оно, кольцо Максима. Спасибо. Это не его кольцо. Это его друга. Друг предложение собирался сделать. Давай вернёмся в город. Завтра. Вернёмся. Но только вечером. Завтра. А-а-а-а. А-а-а-а. А-а-а. А-а-а-а-а-а. Ну-о-о, бCause я не знаю. Да. А-а-а-а. Девушка, будьте добры, повторите. Ой, простите, я не хотела, я уберусь сейчас. Да. Да. Пожалуй, достаточно. Я... О, это же наш Максим Павлович в сугробе лежит. Да чего только работы под Новый год не доводит. Пойдем поможем? Да ты что, неудобно как-то, начальник все-таки. Неудобно? Да, это он снегу валяется, это ему должно быть неудобно. Давай помогай. О, девочки. Ой, я же знаю. Вы на каток не ходите? Вы наш начальник, мы работаем в отделе кадров. Видел, знаю. Максим Павлович, вам нужно встать на ноги, иначе вы простудитесь. Да не переживайте, мне уже все равно. Максим Павлович, я Сергея Трофимовича знаю, без вас нас всех поувольняют. Вашего Сергея Трофимовича нужно самого уволить. В подводе своих же людей. Нет. Да, зачем он меня? Вы так от расстройства говорите. А я вообще, может быть, первый раз то думаю, то и говорю. Свинья, павлин напышный. Подвел лучшего друга. Ужас. Это все наш генеральный? Кто? А, нет, это я. Обидел невинную девушку. Не вас. Семину. Максим Павлович, там ваша машина на обочине. Давайте мы вас до дома довезем. Не, не, не. Максим Павлович, вы выпили. Так и до беды недалеко. А мы озвонимся без начальства. Ну и так в беду попал. Ну, как вы там? А хотите конфетку? Лучше бы жалования повысили. Не надо. У нас и так хорошая зарплата. Это у тебя хорошая. А мне бы не помешало. Так. Ну-ка. Желыми говорите? Угу. Сейчас. По кругу дни. Снова. И не повернуть назад. Повернуть нас. Алло. Сережа. Алло. Алло. Кто это? Жанночка, слушай. У нас в компании, в отделе кадров, работают две красавицы. Ну, ты и знаешь. Вот. Значит так. Завтра жду на стол приказа повышения им зарплаты на 20. Нет. А 50 процентов. Спасибо. Это все? А, да. Забыл сказать. Как ты им повысишь зарплату, так я тебя, Жанна, сразу увольняю. Что? Да за что? За что? А за то, что мусор из мусорной корзины забываешь выкидывать. Все поняла? Молодец. С наступающим. Сережа? Сережа, тут твой Скороходов, он... Я уже доказывала нам пиццу. Сережа? Ну, подожди, ну, Сергей Трофимович, ну пристаньте. Ну, какую? О, да здесь была битва великая. И, видимо, змей победил богатыря нашего. Максимушку. Живой еще? Ага. Защитник земли. Русский. На, пей. Мы тебя со вчерашнего дня ищем. Звоним, найти не можем. Ты чего дверь не запер? Хочешь, чтоб тебя обокрали? Меня так уже обокрали, сердце украли. Да у тебя мозги, а не сердце украли. Ай, не стучи, больно же. Ну да, выпил вчера. Первый раз в жизни, бывает. Выпил он? Кольцо где? Ты сказал, что кольцо нашел. Не. А ну, у Ани. Аня у Кати. У Кати вообще непонятно где. Все. На. Это твой костюм. Даем тебе пять. Ладно, десять минут на сборы. Потом пулей летим в ближайший магазин, покупаем любое кольцо. Самое дорогое и самое красивое. И вечером у Егора встречаемся. Понял? Да, и проветрить тут. А то такое ощущение, что у тебя тут выпускной отмечали. Причем всей школой сразу. Нельзя было на машине? Тебе проблем мало. После вчерашнего лучше пешком. Вот ювелирка нормальная. Пошли. Нормальная. Это вы там еще не были. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. А есть ли у вас колечко вот с таким бриллиантом шестнадцатого размера? Да, такое есть. Осталось последнее как раз шестнадцатого размера. Пожалуйста. Прекрасно. То, что надо. Мы заплатим за него любые деньги. Я правильно говорю? Правильно, правильно. Оформляйте кольцо, пожалуйста. Ну и прекрасно. Если не хватит, мы доплатим. Хорошо. Ну что, кольцо есть. Костюмы есть. Готовы на площадь ехать? ЛИРИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, Макс. А, нет. Не готовы. Мне на работу надо. Что началось-то опять? Ты что хочешь Егора подвезти? Нет, ну понимаешь, просто там вопрос жизни и смерти. а приезжайте на площадь, там все расскажу и покажу. За Егор не переживайте, я успею. Ладно, может, и не опоздай. Поехали. Давайте. Все, пока. Ну что, Анька, поехали куда-нибудь, пока пробок нет. Может, на елку? У меня и костюм с собой есть. Да нет, что-то неохота. Ой, ну люди к празднику готовятся. А у меня вообще настроения нет. Давай лучше домой. Опять Максим твой? Он не мой. Ну, читай. Ну, пожалуйста. Ольга Геннадьевна, добрый вечер. Это Скороходов. Прошу прощения, что отвлекаю вас. Могли бы вы задержаться на работе? Да, скоро приеду. Спасибо. Будь на площади к шести часам вечера. Я тебя там обязательно найду. Я такой дурак. Максим. Да не такой уж он и дурак твой, Максим. Поехали. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»